Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. В Бангладеш пришли аномальные для этих мест холода. Температура воздуха в городе Тетулия понизилась до рекордных плюс 2,6 градусов по Цельсию, в то время как средняя температура в январе днём плюс 27,8 градусов по Цельсию. По словам главы метеорологического департамента Бангладеш Ахмеда Шамсудина, это самая низкая температура за весь период наблюдений с 1948 года. Только в 1968 году температура воздуха упала до 2,8 градусов по Цельсию. На улицах дежурят спасатели, раздающие тёплые одеяла в наиболее пострадавших районах Нилбхамари и Панчагарх. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Раз уж мы коснулись темой Силуана, то здесь, я думаю, было бы уместно упомянуть о процессе духовного становления. Если помнишь, он рассказывал, я знаю, что ты читал, поэтому я говорю так, если помнишь, когда он рассказывал о землетрясении, которое произошло во время служения. И самое поразительное, что его удивило, ведь тогда, в то время, Силуан ещё не был настолько духовно окрепшим. Но его удивило, что братья во время землетрясения, когда действительно происходило, скажем, содрогание здания, в котором они находились, даже камни падали, как он описывает, он испугался, и он начал думать о том, что надо бы выйти, но увидел, что рядом с ним стоял настоятель, который ничуть не изменился, продолжал свою молитву, и братья остались, лишь вышло, как он утверждал, там шесть человек, испугавшись. Он остался, понимая, что когда человек в Боге, то ему нечего бояться. И вот это вот действительно дало ему толчок, понимание. Он не зря это описывал. Почему? Потому что он понял, что такое пребывать в Боге и что такое не бояться. Человек, когда находится в состоянии, скажем, общения с Миром Духовным или с Богом, кому как удобнее, то он осознаёт, что тело бренно, оно всё равно может умереть. И он дорожит вот этим даже маленьким, пусть даже коротким промежутком общения с Миром Духовным или же с Богом, да? И он гораздо больше это ценит, чем жизнь материальна. И вот этот важный переломный момент, который произошёл у Силуана, он как раз и сделал его тем, кем он в последующем стал. И вот более позднее его описание, если мы коснёмся, то интересно, когда он пишет уже о том, что в молитве не должно быть мысли. Не то что слово, даже мысли не должно быть. То есть нельзя цепляться за что бы то ни было, даже за добрые мысли. Ведь мысль, приходящая во время молитвы, а молитва, в данном случае для него это уже была духовная практика. Не просто набор слов, которые человек повторяет как мантру в надежде что-то получить, а это уже процесс общения с Миром Духовным. И любая мысль, которая проходит, пусть даже она добрая, она отвлекает к себе и она привлекает внимание. А вложение своего внимания, оно… Усиливает позиции. Совершенно правильно, усиливает позиции кого? Сознание. И мысли начинают уже человека атаковать по-настоящему, и он утрачивает молитву. И вот вернуться обратно потом в это чувственное состояние, которое он приобрёл, бывает крайне сложно. Люди, ну на первом этапе, скажем так, познания от Мира Духовного. А в дальнейшем, конечно, человек, когда развивается, он просто не допускает отвлечения ни на какие мысли, картинки в голове или ещё чего-то. Мира Духовного